Приветствую, дорогие друзья! К нам на экзегет пришел вопрос, как правильно устраивать поминки. Ну, во-первых, конечно, какие-либо поминальные встречи, они церкви не запрещены. В конце концов, мы читаем в Евангелии Таана, когда Господь пришел в дом умершего Лазаря, он сам расплакался, мы читаем, «Иисус, когда увидел ее плачущую, ее это Марию, и пришедших с нею, иудеев плачущих, сам воскорбил духом и возмутился». То есть его внутренний дух, он пришел в такое некое беспокойное состояние, в положительном смысле, тоже был расстроен. То есть когда у нас есть какая-то разлука с близким, это вполне нормально, собраться вместе, повспоминать какие-то хорошие моменты, договориться о том, как мы будем молиться за усопшего, и какие-то, может быть, тоже какие-то внешние даже дела обсудить. Вот как неправильно, это когда мы превращаем поминки в некий повод для того, чтобы выпить алкоголь, червогодие и так далее. Еще хуже, это когда на поминках люди начинают ссориться, обвинять друг друга в смерти усопшего человека, или начинают делить наследство и так далее. Это, конечно, делать совершенно не стоит. Но при этом хочу заметить, что церковь почти никогда не вмешивается в подобные внешние вопросы. То есть вот как отмечать свадьбу, как проводить поминки, как отмечать крестины ребенка, или как обставлять иконами свою квартиру. Это вопрос, знаете, вкуса, вопрос традиции. Так что вы постарайтесь поминки устроить по совести, чтобы, с одной стороны, да, и память усопшего была как-то почтена, и чтобы вы могли договориться по поводу молитвы, кто, когда, что это будет делать. Но главное, чтобы после поминок у вас никто не умер из-за каких-то скандалов и раздоров, и чтобы все сохранили себя в мире. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok